Андрей Андреевич Пианковский, политолог и журналист, присоединяется к нам. Андрей Андреевич, рады приветствовать вас в нашем эфире. Добрый вечер, Каролина. Так, всё-таки, есть всё-таки информация о том, что в Соединённых Штатах Америки не выражают таких иллюзий по поводу того, что вот это несколькочасовая встреча, да и в целом один только лишь визит может действительно серьёзно и ощутимо сгладить вот эту вот напряжённость между двумя странами. А ваше видение этой ситуации какое? Ну, проблема Тайваня, она остаётся надолго. Вот при первом таком китайско-американском потерплении, когда Моуд Зидун встречался ещё с Никсоном, и есть живой участник этой встречи, столетний Киссинджер, Мао сказал, что это проблема, давайте отложим решение этой проблемы на сто лет. Ну вот 60 прошло, может быть, они готовы отложить ещё на 40. Вы знаете, на меня произвело очень такое неожиданное впечатление, вот коммуникея, я читал коммуникея агентства Синьхуа, американских оценок официальных, ещё не успел посмотреть, оно на удивление доброжелательное. Там Китай не собирается бросать вызов глобальной роли Соединённых Штатов в мире, мы две мировые державы должны развивать своё экономическое, политическое сотрудничество. Вот мне кажется, если ставилась задача преодолеть вот этот какой-то нарастающий кризис, то она была выполнена. Более того, там есть прямая ссылка, мы должны вернуться, китайцы, Камерикин говорят, к духу встречи на Бали, президента Байдена и председателя Си. Эта встреча, как вы помните, была на полях Большой Двадцатки, и тогда там было вообще заявлено, что вот мы две великие державы, которые должны нести ответственность за положение в мире. Ну, эти пассажи, конечно, не с большим энтузиазмом считаются в Москве. Ещё с утра сегодняшнего дня, ну, утра, наверное, уже наше, даже по-машингтонскому, московские пропагандисты, я их так смотрел краешком глаза, уверяли, что, наверное, вот даже не состоится встреча Блинкина и Си, ему будет нанесено тем самым оскорбление, китайцы выросли. Нет, на редкость благожелательный компромиссный тон. Андрей Андреевич, ну, смотрите, даже СНН, сообщая об этой истории, она, простите, вот так говорит о том, что Блинкен практически, он, ну, якобы рекламирует тот прогресс, который достиг был на долгожданных вот этих встречах в Пекине соответственно. Ну, я, возможно, хочу выдать желаемое за действительное, но всё же, Андрей Андреевич, по вашему мнению, насколько высоко там поднимался и украинский вопрос, я вот так это обозначу, и в целом вот эта война Российской Федерации против Украины, если стороны, как вы отметили, вот этот коммуникей Синхуан, и, в честности, западные СМИ, я вижу, да, сообщает, ссылаясь на заявление того же Блинкена, что, ну, вот конструктив какой-то достигнут, да, и, как я понимаю, это такой хороший задел сделал Блинкен для того, чтобы в будущем организовать встречи между самим товарищем Си и, соответственно, президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Да, но возвращаясь к украинской определённой повестке дня и части, да, которые, наверное, поднимали стороны вот на этих встречах. Какова она была, по вашему мнению? Ну, во-первых, я бы, прежде всего, хотел напомнить о таком бесспорном конструктиве в поведении Китая в украинском правительстве с самого начала. Это категорическое неприятие и даже просто осуждение угроз, использование ядерное оружие, ядерного шантажа, к которому Путин постоянно прибегает, несмотря на все предупреждения даже в последнее время, вся эта игра вокруг передачи ядерного оружия Лукашенко. Но мы запомним ещё в сентябре прошлого года в Самарканде на саммите ШОС Сип просто публично на глазах всего мира выговаривал Путина, что так не ведут себя лидеры ядерного держава в 21 веке. Эта линия, она всё время твёрдо сохраняется Китаем. Я даже поделюсь с вами одним таким почти конспирологическим соображением. Вот в последнее время у критиков военной операции, или во всяком случае методов её проведения в России, таких неожиданных, как, ну уже при Гожем достаточно неожиданных, но в том же духе выразился Затурин, что Россия проиграла войну, Украина навсегда будет самостоятельной, независимой и никогда нейтральной. То есть он понимает, что Украина будет членом НАТО. Так вот неожиданно у них появились вдруг, они казалось бы совершенно не специалисты по ядерной стратегии, но тем более пригожен. Пассажи такие, резко осуждающие ядерный шантаж и использование угрозы ядерного оружия. Вот многие считают, что вот эта так называемая партия, ну партией мира её было бы назвать неверно, но партия выхода из конфликта, партия людей понимающего, что поиграли, нужно из неё выходить. Она эти сигналы, наверное, получила даже из Пекина. Потому что, я подчеркну, это очень важный момент для Китая, не потому что он такой добренький, хороший, просто Китай опасается появления ядерного оружия у пяти его соседей, у Южной Кореи, Тайваня, Японии, Индонезии. Там очень сильные голоса, что единственная возможность остановить экспансию Китая, это обладательство ядерным оружием. И вот опыт его использования, боевое использование оружия в войне в Украине, конечно бы, немедленно решило эти споры в окружающих Китаях странах в пользу получения ядерного оружия, что Китай категорически не хочет. Но это одна сторона. Но основной вопрос, конечно, который волнует наших слушателей, очень простой. Будет ли Китай снабжать Россию достаточно серьёзным оружием? Ну вот по тональности сегодняшней встречи, вот этого, на мой взгляд, скажу поразившего не только меня, но и большинство комментаторов в Кремляке, я могу вам категорически ответить, нет, не будет, ни в коем случае. А вообще, как вы считаете, стоит ли, вот мой коллега Юрий Кулинич уже отчасти эту тему затронул, стоит ли ожидать вот этого ответного визита Си всё-таки в Америку? И ведь если это произойдёт, это будет достаточно мощным сигналом. О чём это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что Китай сворачивает, собственно, не столько Китай, это же фишка Си. Ну Си же нарушил все каноны китайской передачи власти, за вещи Ден Санапином, он каким-то образом, ну, пошел в сторону государственный переворот, пойдя на третий срок. Под каким соусом? Он обещал вот этой китайской номенклатуре, которая ему это позволит, а я вот верну в ООН и Отечество Тайвань. Он на что рассчитывал? Ну, прежде всего, на него, так же, как на Путина, произвело колоссальное впечатление вот та репутационная катастрофа в Соединённых Штатах и их бегство из Афганистана. Тем более, так красочно, телевизионно поданная. И у них возникло ожидание, и Путина, это тоже было не фактом бутарушного речь, что Запад слаб, он уже не сможет реагировать. И ОСИ очень надеялось, что и в случае, в случае путинского успеха, ну, если бы Путину удалось, как та же американская разведка предсказывала там в течение недели владеть Киевом при полном бездействии Соединённых Штатов и Запада, это бы настолько подорвало доверие к Западу и прежде всего Соединённым Штатам в Тихорекианском и Индотихианском регионе, что все планы США создать какую-то коалицию, коалицию против экспансии Китая, прежде всего для защиты Тайваня, обвалились бы, да и сам Тайвань бы потерял веру в поддержку возможности Соединённых Штатов. Но вот, понимая, что у Путина ничего не получилось, и он движется к своему поражению, ну, Китай и Сирия разумно решили, вот, по совету товарища Мао, ещё на 40 лет принести решение тайваньского вопроса, и не резать курицу, которая несёт золотые яйца Китаю. Без колоссального экономического успеха Китая он достиг благодаря интеграции по существу в мировую экономику и теснейшим связям с Соединёнными Штатами, откуда он получает, прежде всего, современную технологию. Андрей Андреевич, по поводу Тайваня, точно они об этом говорили, и также Блинкин об этом заявлял, он сказал о том, что не поддерживаем независимость Тайваня, добавил Блинкин, отметил, что США в этой истории, они не хотят изменения статус-кво, но, понятно, выразил обеспокоенность по поводу провокационных действий КНР, да, вблизи, соответственно, Тайванского, в самом Тайванском проливе, и что отметил Блинкин, что потенциально напряжённость вокруг Тайваня может привести к экономическому кризису, который может затронуть весь мир. Скажите, насколько весомым является этот аргумент для КНР и для самого товарища Си? Ну, я, собственно, об этом говорю. Это вот мягко прозвучавшие угрозы, конечно, что если будете продолжать планы военного захвата Тайваня, ну, вы знаете, в США очень многие высказывались в последние месяцы гораздо откровенно, более откровенно, чем Блинкин. Это придёт просто к серьёзному разрыву китайско-американских отношений. Это нанесёт ущерб Америке большой. Я вот живу в Соединённых Штатах. Американский обыватель привык покупать дешёвые китайские товары. Вообще вот таких магазинов, что потреб почти сплошной китайский, возникнут трудности. Но Китай для Соединённых Штатов создаст определённые трудности кризисные. Но китайскую экономику он просто разрушит. Китай потеряет доступ. Ну, смотрите, Китай же намного опередил в своём технологическом соревновании с Западом Советский Союз. Он же достиг гораздо более высокого... Во всех современных областях, там, начиная с космос, транспорт, современную Россию, он обошёл просто непорядок. Всё это благодаря тому, что достаточно щедро Соединённые Штаты делились своими партнёрами. Он же позволит себе лишить этой связи Китай и просто не может. И мне кажется, вот это принято стратегическое решение. Тайвань, оставляем проблему на 40 лет, он формально, де-факто он независимое государство, но юридические Соединённые Штаты его как бы не признают. А Китай не отказывается от попыток военного захвата, ну и оставляет в силу тезиса о каком-то мирном, мирном соединении с войной. Ну вот как так 60 лет жили, так и будет продолжать дальше жить. Андрей Андреевич, я этот вопрос вчера уже задавала другому эксперту, когда мы обсуждали тему визита Блинкина в Китай, но вот хочу ещё услышать ваше мнение. Визит же был запланирован ещё ранее, но он был отложен из-за вот этого вот разведывательного воздушного шара, и сейчас Джо Байден сказал, что мол, может быть, Си Цзинь Пинь не знал о том, что был этот воздушный шар, то есть, ну, эта ситуация несколько смягчается, вся эта история. Но, как вы считаете, каким-то образом влияет ли на то, что эта встреча всё-таки состоялась, а главное, состоялась именно сейчас, ситуация на фронте в Украине? Возможно, появились в связи с этим некоторые вопросы, которые сейчас в срочном порядке необходимо было обсудить с Китаем? Нет, она влияет, но я бы сказал, более системно. Не в том, что нужно обсудить какие-то конкретные вопросы, а в том, что Китай убедился в бесспорном поражении России без перспективности и агрессии, и он убедился, что Соединённые Штаты из этого выходят из украинского кризиса выйдут с усилившимся авторитетом в международных отношениях, а он сделал ставку на обратное. Ну, короче, ИСИ понял, что он погорячился и слишком с клишем замахнулся. Я даже предполагаю, но это не сразу скажется, что четвёртого срока товарищу СИ не дадут. Он промахнулся с этим обещанием вернуть. Это был расчёт на Америка убежала из Афганистана, но так же трусливо она поведёт себя и в украинском. Ну, были же основания, скажем откровенно. Мы же видим, как тяжело, в какой борьбе складывается вот эта поддержка Запада в Украине. Есть мощные силы, которые, в общем-то, объективно работают на капитулянство перед Путином. Вернее, работали. Но вот сейчас он убедился в двух вещах. В эффективности украинской армии и сопротивление её. И, наконец, в победе на Западе и в целом и в Соединённых Штатах линии на безоговорочную поддержку Украины в этом кризисе. Андрей Андреевич, смотрите, вот если мы говорим о том, что Вашингтон и Пекин, они якобы налаживают отношения, ну, по крайней мере, это такой общий фон на перспективу, да, такую позитивную для отношений между двумя государствами. А что это будет означать для Российской Федерации? И можем ли мы на фоне этого налаживания отношений между Пекином и Вашингтоном говорить о дальнейшей изоляции самой официальной Москвы? Ну, для Российской Федерации всё это выглядит очень плохо. В общем-то, она воспринимала вот такой, казалось бы, самый богожелательно относящийся к Путину западный лидер, президент Макрон, ну, помните, он всё время старался звонить, Путина надо понять, его озабоченности. Он недавно откровенно высказал, что Россия стала очень слабеньким и становится, или даже стало, он сказал, очень слабеньким и значительным вассалом Китая. Ну, если Москва не переменится, ну, и это уже говорит не о Путине, можно говорить о каких-то следующих режимах, которые возникнут на руинах путинской политической системе, то будет очень серьёзный вывод. или вот это ползти на пути полного поглощения Китая, или менять этот антизападный курс и пытаться становиться членом западной коалиции. Но примет ли его в западную коалицию такой одна из ведущих мировых держав этой коалиции, победившая Украина, это очень неприятный вопрос для Москвы. Путин уже совершил столько исторических и непоправимых ошибок, что на десяток русских царей хватит. все утверждали эксперты китай-веды в частности о том, что Китаю абсолютно не нужна ослабленная Россия. В контексте встречи, которая уже произошла и возможной встречи Си Цзиньпиня с Джо Байденом, как вы считаете, может что-то поменяться? В каком смысле ослаблена Россия? Если бы Россия могла бросить вызов какой-то Соединенным Штатам серьезный, Китай бы это только приветствовал, это бы ослабленная в этом расчет Си Цзиньпиня, что Америка очень сильно потеряет в престиже, в международном уважении, в своей позиции в результате российско-украинской войны. Результат обратный, и именно поэтому Таварий Си резко меняет курс. Он хотел войти в историю Китая победителем Соединенных Штатов, вернувшим, как они считают, Китай был в ООН, Тайвань в ООН в исторической родине. Но вообще-то это дурацкая позиция с точки зрения даже китайского такого национальных интересов. Китай должен гордиться Тайванем. Тайвань это те же китайцы. Вот для того экономического чуда, о котором я говорил, и основным причиной которого сотрудничество с Америкой, громадную роль Китая и Тайвань играет. хаб, через который шло возрождение китайской цивилизации, технологический взлет. Давайте не забывать, что Тайвань производит 80% чипов, 80% интегральных схем, на которых стоит вся современная высокая технология. Андрей Дейшн, да, смотрите, мы понимаем, что Китай как бы выгодная и ослабленная Российская Федерация, но не слишком ослабленная, потому что кто его знает, кто там возьмет верх по итогам ухода, как мы понимаем, Путина и в целом падения его режима. Да, но с учетом вот этой позиции, Китай как-то может изменить свое отношение к самой Украине, да, вот с такой себе пророссийски нейтральной позицией, да, вот с учетами вот тех пунктов, которые выклали представители Китайской Народной Республики, свое видение, своя позиция по поводу, как они сказали, конфликта в Украине, да, что нужно территориальную целостность поддерживать, да, и не выступать там против и все делать по уставу ООН Организации Объединенных Наций. Да, но вот поможет ли этот визит Блинкина, да, как-то, ну, перенаправить немного, возможно, политику Пекина в сторону Украины, хоть как-то, не просто ограничиваясь, да, в помощи Российской Федерации и в заявлениях не оказывать военную помощь, да, не предоставлять вооружение, а, возможно, в других каких-то сферах и в других каких-то направлениях? это просто безусловно, это автоматически, потому что, что означает, вот, если взять, вот, что там черно-по-белого написано в этом коммунике Синхуа, это резкий поворот от агрессивной политики, от эскавации конфликта вокруг Тайваня, большой шаг к сближению с Соединенными Штатами как лидером Запада, то есть сближением со всем Западом, а Украина и де-факто является сейчас очень важной структурной единицей этого Запада, собственно, та единственная европейская армия, которая выполняет задачу НАТО, вот, 75 лет назад было создано НАТО для защиты западной цивилизации от орд, наступающих с Востока, так вот, единственная армия, которая выполняет эту функцию, это украинская армия, Украина, это органичная часть того Запада, вот, к которому теперь лицом поворачивается Китай. Поэтому перспективы, и очень хорошо, что, в общем-то, на формальном уровне никогда, даже в течение этой войны, никаких таких неблагожелательных сигналов враждебности между Украиной и Китаем не было. И даже вот тот план Лихуэль, так называемый, ну, который абсолютно неприемлем Украине, так же, как все эти планы, там, начиная от пап римских лидеров, там, африканских государств и так далее. Это планы, работающие на Путина, оставить какую-то территорию Украины, руках Путина, чтобы он мог продаться своему пипу, это как почетную ничью. Даже он составлен достаточно хитро, потому что первое, его можно развернуть всегда в любую сторону. Вы правильно напомните, первые два пункта, о чем говорят? Театриальная целостность и суверенитет Украины, вот, теперь в рамках этих новых своих отношений с Западом, провозглашенных по существу в этом комбинахе с повстречей Блинкина с Китаем, можно сказать, а мы с самого начала были за территорией. И, кстати, может, вот в той такой управляемой, мягкой и почетной капитуляции для России сыграть как раз такую последовательскую роль. А кто еще лучше может быть посредником между Киевом и Москвой в вопросе такого добровольного управляемого вывода российских войск на границе 1991 года. Так что Китай может сыграть очень позитивную роль здесь. Да, Андрей Андреевич, ну смотрите, тут же мы смотрим именно на то, каковы отношения между Москвой и Пекином. Да, сам же товарищ Си с визитом в Москве заявлял о том, что мы там поддерживаем Российскую Федерацию. Ну понятно, что мы там налаживаем долгосрочные крепкие отношения и так далее, и так далее, инвестиционные и экономические, инфраструктурные и так далее. В целом мы понимаем эту риторику. Но там же было очень важное заявление от товарища Си, что мы и дальше нацелены работать с Москвой, представителем которой и в дальнейшем должен оставаться Владимир Владимирович Путин. Да, намекая на то, что там выборы 24-го и мы вот с ним должны работать в связке, как мы понимаем, да, и товарищ Си скорее всего оценивает самого Путина как, ну, понятного для него эктора, да, вот какого-то игрока вот в этой истории. А вот налаживание отношений между Пекином и Вашингтоном, как вот почву немного из-под ног самого Владимира Владимировича выбивает, по вашему мнению? Да еще как. А, кстати, вы знаете, на что большое внимание уделяет Вашингтонские позывания. Они привыкли вообще традиции, знаете, кремленологии наблюдать за расстановкой коммунистических вождений трибуны Мавзолея. Вот в этой традиции они отмечают на неожиданные такие непротокольные как бы знаки внимания второму лицу в российской Иерарии господину Мишустину. Да, правильно, вы правы. Си, как в традициях такого ордынского хана выдали московскому князю ярлык направления. Да, он сказал, что у вас, кажется, будут выборы, вот я уверен, что мудрый русский народ выберет Путина, но в то же время он провел и вообще-то обычно непроводим непротокольно непредусматривая встреча один на один с Мишустином. Он пригласил Мишустина в Пекин, там его встречали вообще чуть ли не с почетным караулом и снова он имел с ним очень длинную беседу один на один и полагают, что Китай, вот, ему очень важно этот партнер, которого он намерен поглотить в ближайшие десятилетия мягко сначала Дальний Восток и Сибирь прежде всего. Он устанавливает связи со вторым лицом, дает сигнал, что Путин Путином, но он готов работать и с другими российскими. Главное, чтобы, главное не личности, главное, чтобы они осуществляли вот план Пекина по мягкому экономическому решению Сибири и Дальнего Востока, а что касается вот территорий достаточно обширных между Волевостоком и и озером Байкал, которые были отторнуты от Китая царским правительством в середине 19 века, это, безусловно, у них ориентация на возвращение в родную Главу. Может, с Тайванем не получилось, так давайте лучше возвратим в родную Главань, Сибирь. Такая может быть установка в Китае. В общем, для Путина ничего приятного от этого визита нет. Андрей Андреевич, благодарим вас за мнение, которое вы поделились. На самом деле, очень интересная дискуссия вышла. Андрей Андреевич Пианковский, политолог-журналист с нами был на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.